В гостях у нас сегодня Андрей Пателицин. Здравствуйте. Добрый день. Давно не виделись мы с вами так вот лично, да? Да, причем живьем в студии, да, точно больше года. Плюс семь девятьсот двадцать семь, триста четыре, десять пятьдесят один. Это номер для смс-сообщения, а также WhatsApp и Telegram-сообщений. Плюс, конечно же, трансляция в YouTube, наша любимая, идет. Общайтесь, присылайте вопросы, ставьте лайки и делитесь публикацией. Весь стандартный набор на месте. Ну что ж, выборы. Я, наверное, прежде всего, как политтехнологу к вам обращусь. В этом цикле, вот этих самых политтехнологий, больше требуется в целом во всей палитре, чем в предыдущих циклах? Или меньше? Или вообще они стали не нужны в современном мире, в российском? Это смотря кому. То есть мы видим, что есть участники выборов, которые не уповают ни на реальный подсчет голосов, ни на голосование, ни на какие-то другие вещи, соответственно, зачем вам нужны эти технологии, зачем на это тратиться, да? Ну, то есть технологии – это деньги, да? То есть как в промышленности, так и в политике технологии – это деньги, и технологии – это всегда затратно. Скажем, та же самая партия «Единая Россия», которая уповает на некие технические ухищрения при достижении своих целей, им совершенно не нужна, простите, это все. Соответственно, есть силы, которые ведут реальную политическую борьбу и пытаются с чего-то достигать, причем тут я в эти силы, включая даже тех одномандатников, которые не прошли самого движенца и так далее, вот они активно применяли политтехнологии, то есть они применяли приемы, значит, какие-то свои придумки и прочее. То есть так что здесь, как говорится, кому что. То есть тут, как было написано там на определенном заведении, каждому свое. Соответственно, партии, которые рассчитывают на административный ресурс, минимизировали свои расходы на политические технологии, партии, которые рассчитывают на голоса избирателей, они их активно используют. Вот одномандатника вы упомянули. Вы говорили про кандидатов в депутаты Госдумы или даже вот горсовета нашего? Ну, я в целом говорил про людей, которые идут вне системы, которые, вернее, пытались это делать. Ну, одному из них это таки удалось. Я имею в виду Леонид Бирюкова. Соответственно, вот эти люди, да, использовали там в той или иной мере политические технологии. Подождите, удалось. Сегодня же вновь суд состоялся. Ну, его опять сняли. Ну, там агуляции и прочее. Но гор избирком упорствуют, да? Это конкурент, единоросс, зам гендиректора первого треста, забыл, как зовут, подал иск. Иск был удовлетворен сегодня утром. Я пропустил. Это, видимо, ну, тоже ожидаемая история. Мы, возвращаясь к вопросу о политтехнологиях, да, то есть если брать в расчет там грязные политтехнологии, то они вовсю используются и партии власти, и властными структурами. А вот другие партии, да, о которых вы говорите, что они все-таки как-то вот пытаются, помимо, значит, Единой России, им зачем? Им, чтобы поделить тот кусок пирога, который им на всех общий достанется, там, условные 30%, если говорить про Башкирию, или все-таки нет, чтобы откусить от большого пирога что-то? Безусловно, сейчас ощущения внутри политической системы таковы, что Единая Россия стремительно теряет свои возможности и свой электорат. Ну и как принято в этом беспринципном политическом мире, иные партии кинулись, значит, пожирать слабеющего соперника. То есть, конечно, они претендуют на часть их электората, часть их процентов, часть их места в Государственной Думе и в иных представительных органах. То есть, тут, конечно, идет речь об этом. Все-таки мне кажется, что вы про какую-то идеалистичную картину мира говорите. Я не знаю, про выборы в Хабаровском крае или на подоконнице в Москве. Нет, я говорю в целом об отношении между партиями сейчас. Безусловно, в каждом регионе свои законы и свои устоявшиеся традиции. Например, наши коммунисты лежат ровненько, раздвинув ножки. То есть, как бы это в других регионах и это иные коммунисты. То есть, безусловно, КПРФ Башкортостана никак не претендует на часть пирога «Единая Россия». Более того, мы помним достопамятное выступление господина Ющенко, который тут рассыпался в благодарностях и похвалах своим конкурентам. Ну, то есть, мы видим, как это работает. Конечно, есть некие. Но в целом настроение такое, что «Единая Россия» начинает как бы перекашиваться и падать. Соответственно, сколько времени займёт этот процесс, ещё неизвестно. Но и на этих выборах конкуренты попытаются откусить от них какую-то часть их пирога. Знаете, вот у нас, у журналистов, конкретно на Эхе тоже, возможно, картина мира немного искажена. Но вот у меня создаётся впечатление, поскольку с кандидатами и со всеми партиями пытаемся взаимодействовать, взаимодействовать, что ничего не надо, и как бы живут своей жизнью только ЛДПРовцы. Все, ну, как-то пытаются какое-то эфирное время прийти, каких-то кандидатов отправить сюда, к нам в студию, чтобы они что-то рассказали. Тех же коммунистов Ющенко стабильно ходит, значит, «Справедливая Россия» так или иначе старается делегировать кого-то. Хотя тоже там половина, к сожалению, слилась, так скажем. Вот. Почему так происходит? Почему они активно участвуют? Ну, пытаются, кстати говоря, активно, но у них всё равно не получается, скажем. Где-то на середине пути приходится остановиться, кандидаты отказываются даже. Ну, это такой сумбур, который присущ переходному периоду. То есть, если ещё, скажем, в 16-м, в 11-м годах всё было более-менее понятно и структурировано, то сейчас, очевидно, мы стоим на пороге каких-то серьёзных политических изменений, в том числе и в межпартийных отношениях. Партии очень старые, партии во многом архаичные. Они не устраивают ни членов партии, ни избирателей. То есть, у нас начинается вот такой вот период некого хаоса внутри этой системы. И, соответственно, это всё не очень устраивает людей, которые туда приходят. Я знаю несколько примеров, когда люди пришли в какие-то партии с целью избираться от неё, не скрывая своих задач, что мы используем партию как инструмент. Ну, в общем-то, в этом нет ничего плохого. Но в какой-то момент уже в ходе избирательной кампании люди начинают понимать, что это им не подходит, что они не справляются, что партия не работает. Ну, то есть, вот этот хаос, он присутствует. Вот я бы этим объяснил. А то, что неэффективно, не системно они участвуют там в каких-то вот этих вот медийных процессах, ну, это скорее зависит от конкретных людей. Тот же Ющенко, он профессионал как бы высокого класса, который очень хорошо понимает все закономерности и правила, как это устроено, ну, там, в медийных пространствах, он умеет. Да, есть, но таких людей недостаточно. И мало, соответственно, кто-то не умеет. То есть, никто-то не умеет выстроить систему, медийный план и так далее. Вот это к вопросу о том, используются ли они, используются политтехнологии. Политехнологии, в первую очередь, это всегда некая системная работа. Ну, у многих ее нет. Так что вот как-то так. А ваши публикации, скорее всего, шуточные о том, что Руслан Валиев стал членом «Единой России», это тоже политтехнологии? Или что это? Нет, ну, это в большей степени шутка. Просто я, прослушав ваш утренний эфир, столько раз услышал слово, вернее, словосочетание вот этого вот «Единая Россия», что мне показало, что его, ну, многовато как-то в эфире. И, там, сочтя это некой нативной рекламой, я вот так пошутил. Безусловно, ну, как все разумные люди, наверное, ну, я имею в виду именно разумных людей, я вас не отношу к почитателям «Единой России», и, ну, понимая, что, ну, там, быть членом «Единой России» или голосовать за «Единой Россию» для человека, воспитанного, образованного, культурного, это как-то отвратительно и позорно, соответственно, конечно, это была шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки в том смысле, что для «Единой России» сейчас упоминания зачастую оборачиваются негативными эффектами, кандидаты скрывают свою партийную принадлежность, например, на встречах с избирателями, а когда она внезапно всплывает, иногда доходит дело до рукопашной, то есть, как бы, конечно, сейчас... То есть такие эпизоды есть в Башкирии? Да, ну, то есть есть, как бы, резкая перемена отношений, по крайней мере, я не могу сказать, что там кто-то пострадал, но когда люди, ну, там, многие очень ведь поверхностно относятся к информации по выборам, то есть, ну, приехал кандидат-депутат, их там в селе где-то там собирают в каком-то клубе, ну, пришли они туда, значит, и когда они выясняют, что он приехал от «Единой России», настроения резко меняются. То есть и претенциозность, и, ну, как бы, тональность разговора меняется в сторону такой напряженности. Как вы думаете, это вот с чем прежде всего связано? Возможно, это и с тем, и с другим, но вот прежде всего, с тем, что «Единая Россия» ассоциируется с верховной властью в России, там, с Путиным лично, или с тем, что «Единая Россия» ассоциируется с республиканскими властями, с конкретными лицами в команде, там, Радия Хабирова? Ну, и с тем, и с другим, безусловно. В первую очередь, негатив, который сейчас вот нарастает в отношении партии «Единая Россия», он связан с тем, что сама же партия себя ассоциировала многие годы с тем, что происходит в стране. Ну, столь длительный период нахождения власти подразумевает некую ответственность. Соответственно, мы видим, что, ну, мы видим то, что мы видим, и люди тоже все это видят, и в каждом селе, и в каждом городе люди это все прекрасно видят. А так как партия сама себя связывала со всем, что происходит в стране, ну, и закономерно претензии, да? То есть, но партия почему-то не хочет за это отвечать. Соответственно, вот тут наступает диссонанс. Они совершили гигантскую стратегическую ошибку, не отказавшись от своего названия, не сменив вывеску, там, года два назад. Соответственно, сейчас пожидают плоды вот этих вот лет своего правления. Так что это абсолютно закономерная история, и от этих претензий деваться некуда, абсолютно. Если перейти от партии к самим выборам и к участию в этих выборах людей в той или иной роли, как вы считаете, в этом году стоит ли ждать сюрпризов, может быть, на выборах в Башкирии, благодаря тому, что, например, наблюдателей независимых, по крайней мере, по предварительным оценкам, будет больше? Тот же Ренат Факив декларировал, что там больше 200 человек уже в Уфе обучаются. Это, скажем, в разы больше, чем два года назад на выборах главы республики. Да, будут, на мой взгляд, сюрпризы именно связанные с наблюдателями, потому что не только Ренат Факив, но еще некоторые политические силы готовят довольно большие силы наблюдателей, которые будут не связаны с общественной палатой республики Башкортостан. То есть вот этот план провалился, когда Хабиров полагал, что он сейчас замкнет все наблюдение на общественную палату, и все будет тролливали, и все будет здорово, нет. С этим будут связаны сюрпризы. Я думаю, что будут связаны сюрпризы и с самим голосованием, в том смысле, что, во-первых, явка будет колоссально низкой, и придется с этим что-то делать, а начальники... Ну, способ один. Да, начальники избирательных комиссий настолько к этому не готовы, то есть нельзя приписать 60, там, процентов явки, и будут сюрпризы... Мой опыт говорит, что можно все что угодно, если нет наблюдателей. Технически, да, технически это невозможно, в том смысле, что это слишком большой объем работ даже для одной избирательной комиссии. Но еще будут, я думаю, сюрпризы по именному голосованию, потому что некоторые фамилии, ну, в том числе среди одномандатников от Единой России, они вызывают очень серьезное раздражение у населения, то есть я имею в виду, например, конкретно Павла Качкаева, то есть есть у меня ощущение того, что, ну, население все-таки прочитает избирательный бюллетень и не проголосует за Качкаева. И проголосует за Ющенко. Ну, за кого-то вообще, да, там будет, там бюллетень достаточно большой, я не могу предсказать там конкретного результата по этому округу, но у меня есть ощущение, что вот Павел Рюрикович в этом году у нас не проходит в Государственную Думу. Интересно. А в этом смысле проект «Умное голосование» сторонников Навального, с которым сейчас усиленно борется федеральная власть, как вам кажется, в республике может на что-то повлиять? Вот в том числе и по Уфимскому округу, может быть? У меня нет данных по тому, насколько, ну, башкирский избиратель и башкирский электорат воспринял эту идею, но она, безусловно, обсуждается там во всяких средах и в сетях, и в обществе. Дело в том, что вот я немножко тогда порассуждаю на эту тему по поводу умного голосования. Это очень неновая идея, она родилась где-то в древности, а потом превратилась в такую фразу, когда на зло бабушке отморожу уши. То есть я не люблю единую Россию, и я проголосую за коммунистов. Вот примерно так выглядит эта идея. Мы не будем глубоко заходить туда, как устроил господин Волков эту систему и по какому принципу он отбирает желаемых или нежелаемых для него кандидатов. Но принцип этой системы в том, что там не дадим Единой России получить голоса и отдадим их кому угодно. Ну, самому сильному, но по сути кому угодно. То есть это ведь избиратель с ручкой, он примет решение сам. То есть он воспринимает главный тезис, мы не голосуем за Единую Россию, а дальше он, простите, будет поддаваться собственным предпочтениям. То есть кому-то ЛДПР нравился, кому-то КПРФ. Так что я не могу прогнозировать, насколько это повлияет на протестное голосование в Башкирии, но я знаю точно, что протестное голосование у нас очень высокого уровня в том смысле, что люди действительно просто тупо, молча иногда не хотят голосовать за Единую Россию. То есть и дело здесь не в Навальном. Не в том, что он предложил эту схему, эта схема давно была в головах людей. То есть кто-то порвет бюллетень, кто-то там нарисует что-то непристойное на этой бумажке, а кто-то там проголосует за КПРФ, но огромное количество людей не отдаст голоса за Единую Россию, это я знаю точно. И еще, как вы сами только что сказали, огромное количество людей не придут на участки. И эта позиция, в том числе среди наших слушателей, судя по их комментариям, она имеет такое серьезное место. Как вы считаете, правильна ли эта позиция? Байкотируя выборы, показывать тем самым свое неприятие того, что происходит? Это вечный вопрос, который мы задаем себе перед каждыми выборами. То есть если я не иду на выборы, то мой бюллетень украдет Единая Россия. Если я приду на выборы, то Единая Россия заявит там о какой-то явке. Ну то есть я это одна единица, а миллионы складываются в миллионы. И та и другая точка зрения имеет право на существование. Действительно, ну мы сейчас наблюдаем здесь колоссальное увеличение вот этого вот объема людей, которые не хотят идти на выборы. И здесь мы уже, наверное, уместно будем говорить об отрыве власти от населения. Я всегда говорил этот тезис, и повторю еще раз его. Люди некоторое время могут жить без власти. Власть без населения, без людей жить не может вообще ни одной минуты. А ведь здесь у них совпали интересы. Власть, судя по словам тех, кто к нам приходит, сама сушит явку. И как раз народ, в принципе, готов к этому самому. Ну, она ее может досушить до нуля. И, понимаете, опасность низкой явки заключена в делегитимизации власти. То есть вот давайте математически смоделируем. На выборы пришло 20% населения, да? И, предположим, 50% проголосовало за Единую Россию. В абсолютном выражении от числа населения страны мы получаем, что за партию проголосовало 5% населения. Это разве легитимная власть? Остальные 95 промолчали. Ну, откуда мы знаем, что они думают? Ну, вернее, и это ли выборность власти? Это же очень важный момент, да? Остальные показали, что им все равно, и они согласны с теми, кто проголосовал. Не факт. Согласны они или не согласны? То есть, ну, Чаушеско обладал рейтингом в 99,9% буквально за сутки до расстрела, да? Были ли согласны с его позицией те, кто молчали? И Румыния молчала. Но были ли они согласны с его позицией? И почему через сутки его поставили к стенке? Вот ведь в чем вопрос. Меня всякий раз мучает вопрос вот такого парадокса, да? У меня ощущение довольно стойкое, наверное, справедливо, я надеюсь, что у нас, в принципе, в Уфе живут такие же люди, как в среднем по России. В среднем по миру, я бы сказал. Даже по миру, вот. Но результаты выборов даже, я не говорю про всю республику, даже в Уфе, они у нас сильно отличаются от среднероссийских. И вот тех самых уфимцев, которыми мы, по сути, являемся, это устраивает, как правило. Я сейчас вспоминал, вот вы называли проценты явки, я вспомнил выборы в Курултай 2018 года. На моем участке всего 15% пришли на участок. Но выборы при этом признаны легитимными, состоявшимися, потому что в целом по Уфе, по-моему, было 80, что ли. А нет, 77. Тогда Хамитов сказал, нам 77 по силам, и 77 мы показали. Вот. То есть то, что на бумаге, совершенно не то, что на самом деле. И это как бы устраивает почти всех. Не всегда. Давайте вспомним, 11-й год. Почему случилось с Болотной площадью? Так опять же, это москвичи что-то там. Нет, а москвичи, как и все люди во всем мире, ничем не отличаются от жителей Уфы, как вы только что сказали, да? То есть вопрос количества и стечения обстоятельств. Конечно же, нет. Не то, чтобы всех это устраивало, но существует некий порог безразличия, когда, условно говоря, если в Якутии горит лес, а у вас все еще не пахнет дымом в доме, то вы просто за это где-то так отстраненно переживаете. То есть это вопрос вовлеченности. А если у вас уже становится нечем дышать в квартире, вы начинаете беспокоиться и начинаете ругаться, что происходит, кто допустил. Примерно такое отношение. Пока эти выборы физически не касались людей, ну, сейчас мы заговорим неизбежно о холодильнике и телевизоре, да? То есть пока эти выборы не пробрались в холодильник конкретным людям, и пока они не связали вот то, что происходит в стране с тем, что у них находится в холодильнике, ну, так устроен человек. И он действительно по всему миру такой. Он везде такой. Вот. А по поводу феноменальных результатов Башкирии, здесь хотелось бы одну вещь сказать. Вот Марат Хеметьянович Марданов на прошлой неделе некий у нас тут научный деятель по совместительству полковник ФСБ сделал уже заявление, превентивное заявление о том, что мы дадим тут рекордную, значит, явку рекордные результаты и так далее. Они готовят почву. Конечно же, люди в Башкирии такие же, как и везде. И они абсолютно не идиоты, как пытается предполагать Марат Хеметьянович Марданов, пытается выставить нас идиотами. Нет, это не так. То, что они готовят фальсификации, ну, Марат Хеметьянович, по сути, косвенно это подтверждает. Готовят для этого почву. Так что нет, здесь я с вами не соглашусь. На самом деле, людям не так все равно. Люди пока еще просто до этого не дошли. У них слишком много заботы и прочего. Но скоро придут к этому. Ну, кстати, я в эфире его слова сравнивал с теми самыми словами Хамитова от 2018 года, когда тот прогнозировал, нам под силу 77 процентов, и мы получили то же самое. Именно вот об этом вы сейчас говорили. Передатели, и что, наверное, мы 10 по плечу. Андрей Патрицын, в гостях программы «Персонально ваш». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь на ихе. Ну, единственное, в Горсовет еще раз спрошу, может ли быть какой-то сюрприз? Или все-таки мы вновь получим там команду из застройщиков? По Горсовету будет некое изменение. Вот там будет некоторое количество незастройщиков, но, по сути, Горсовет не изменится. Мы видим полный упадок самоуправления Уфе. Мы видим абсолютно недееспособного мэра. Мы видим вот этого какого-то там Марата Гайфулина, который еще вчера даже не очень хорошо понимал, там, где какая улица Уфе находится и вдруг становится там исполняющим обязанности мэра Уфы. Ну, в общем, это полный упадок, и, естественно, ожидать на фоне этого нормального Горсовета не приходится. Более того, концепция нашей республиканской власти такова, что городу Уфе не нужна самостоятельность, не нужен абсолютно никакой, так сказать, муниципальной власти управления, что в идеале Хабиров видит управление Уфой из Белого дома. Ну, может, потому что, в общем, как бы не старался, нерадивые управленцы ничего не могут. Может, есть в этом здравое зерно. Ну, то есть, вы опять всех хотите обозвать дураками? Не, я не хочу. Я предполагаю, подсказываю. То есть, либо у Хабирова нет ни одного человека, который мог бы стать нормальным мэром Уфы, но мы же понимаем, наверное, он понимает, что нельзя быть там в одном лице и главой республики, и мэром, и министром ЖКХ, и министром функции. То есть, то, что Хабиров забирает в Белый дом функции мэрии, говорит о том, что, ну, у них нет людей, у них нет доверия, у них нет понимания того, как на самом деле должна быть устроена муниципальная власть. Вот и все. Кстати, вот вы немного перечислили некоторые ведомства, некоторые министерства. На ваш взгляд, какие из них наименее успешные, то есть, во главе какого из министерств находится наименее подходящий человек? Не только из тех, которые вы перечислили, это я еще, например, Минтранс добавил бы в этот список. Ну, вот я бы, условно говоря, могу выделить так, навскидку, вот внезапно могу выделить два, это Министерство образования и Министерство транспорта. То есть, это два самых провальных. Вот, потому что многие министерства работают с большими проблемами, но эти проблемы иного характера. То есть, ну, мы же говорим о людях сейчас, да? То есть, это не проблема управления. Там взять Министерство ЖКХ, но при всей моей неблагорасположенности к этой отрасли и к руководству ее, я понимаю, что наследие, тяжелое наследие последних 20 лет правления Владимира Путина в этой области таково, что мы приближаемся к катастрофе, изношенность сетей и прочее, прочее, да? То есть, коррупция внутри всей системы, схема подачи ресурсов, как это кому, кто что продается. Здесь ни один министр ЖКХ толком, наверное, ничего не сделает. Ни одно министерство. Тут только ковровые бомбардировки, зачистки и повальные аресты. Только это поможет. Ну, вот, кстати, Алан Морзаев-то как раз нам уже предложил чуть ли не революционные изменения создать в Уфе единую управляющую компанию, большую, с филиалами. Иначе, говорит, бесполезно бороться. Давайте начнем сначала. Начнем с сенсационного заявления господина Гайфулина на прошлой оперативке. Он нам сообщил, что 50% денежных средств, которые мы сейчас платим за ЖКХ регулярно, а платим мы, кстати говоря, очень дисциплинированно. 93% у нас собираемость в Уфе это очень хорошо. Иногда до 97%. Так вот, 50% этих средств сразу же изымаются за долги. То есть управляющие компании, ТЖХ и прочие вот эти все вот структуры находятся настолько в долгах, что все, они уже парализованы. На 50% оставшихся нельзя вести нормальное хозяйство. Снова платить за ресурсы и так далее. То есть это долговая ема. Может быть, это повергло Алана Викторовича к идее создать вот эту единую непобедимую управляющую компанию. Я с осторожностью к этой идее отнесусь. Надо понять, как это будет выглядеть. И потом, насколько это сочетается с федеральным законодательством. У нас все-таки слегка развилась схема того, как должны управляться квартирные дома и так далее. Как он это реализует, особенно в тех крупных и новых жилищных комплексах, где люди создали товарищество по управлению жильем и прочие вещи. Ну, это сложнейший вопрос. Тут одним заявлением не отделаться. Тут нужно собирать экспертную комиссию, делать глубочайший анализ ситуации и потом только выходить с такими заявлениями, что это возможно или невозможно. А главное, желательно спрогнозировать эффект. Собрать все в кучу мы умеем. То есть отобрать и поделить мы умеем. У нас это еще от большевиков. А вот какой эффект наступит, насколько это даст результат, и насколько чаще или реже будут лопаться трубы и вытекать у нас, значит, водопровод на асфальт с утками, вот это вот большой вопрос. Сегодня стало известно, что ЖКХ, омбудсмен, так его назову, Вадим Беляков, стал советником главы администрации УФС Сергея Грекова. Вопросом ЖКХ. Как вам это? Ну, уже не идея. Ну, глупости-то. Греков такой же мэр, как я солист Большого театра, соответственно. А ну, то есть то, что вы говорили, помогая, не помогая, тут, да, это, знаете, это, есть такая китайская поговорка, я по-китайски плохо говорю, но по-русски она звучит так, что глупого учить, что мертвого лечить. Двигаемся дальше. У нас сегодня большое событие, большая пресс-конференция-прямая линия главы республики. Начну с того, что туда не смогут попасть некоторые наши коллеги, в частности, журналисты Пруфов, с объяснением того, что якобы мест не хватает, их туда не аккредитовали. На ваш взгляд, это вот что это за практика такая? Она действительно вот такая вот реальная, объективная реальность, скажем, или это что-то другое? Ну, знаете, так, исторически так было всегда. Рахимов, Хамитов, Хабиров. Как метко заметила Наташа Павлова, каждый глава в республике Башкортостан рано или поздно превращается в Рахимова. Вначале пытаясь быть немножко другим человеком? Нет, вот он рано или поздно, неважно, чем он пытался, но Хабиров, он же политический сын Рахимова. Ну, то есть, вот не вторгаясь в личную жизнь ни того, ни другого, то есть, он не может быть никем другим в Башкирии, кроме Рахимовым 2.0. То есть, чему тут удивляется про УФУ, я не знаю, на самом деле. То есть, то, что не нашли им приставного стульчика там для одного человека или еще что-то, ну, понятно, что это все надуманные истории, что вот это вот Елена Анатольевна Прочаковская. Вы думаете, она принимает решение? Я без смеха не могу. Нет. Она как образ публичности нашей власти, она, не она, конечно, принимала решение, но я к тому, что удивляться здесь нечему. Хабиров превратился в Рахимова. Ну, или стремительно к этому приближается. Ну и что? Ну, что здесь удивительного? Для меня это не удивительно. Мне было бы удивительно, если бы туда всех пригласили. Лучше давайте подумаем, почему внезапно за несколько часов до этой пресс-конференции она перестала быть пресс-конференцией, и вдруг решила быть какой-то там прямой линией. Ну, абсурд полнейший. То есть вот хаос, неумение существовать в медийном пространстве, неумение организовать эти вещи. Вот еще немножко, и мы начнем уже вздыхать кому за голову. Вот. Я только хотел сказать, кстати, при нем пресс-конференции, были пресс-конференции. На них ходили пруфы и другие. Я не знаю, где нашли Прочаковскую. Я не знаю, на каких задворках там Первого канала и, на самом деле, какими клининговыми услугами она там занималась. Ну, то есть считается, что она там журналист, телевидение и прочее. Но это жуть какая-то. Вот надо срочно избавляться от нее, Хабирова, потому что, ну, она его тянет на дно. То есть, видимо, сама не обладая какими-то представлениями о том, как это должно быть, она и внушает ему ложные какие-то вещи. То есть это просто катастрофа какая-то вообще, медийная катастрофа. Угу. Ну, так или иначе, вы рассчитываете, что прозвучат какие-то важные вопросы, и на них, самое главное, будут озвучены такие же важные ответы? Нет, конечно. Ну, конечно, нет. То есть, это абсолютно пропагандистское предвыборное мероприятие. Здесь будут тщательно отсеянные вопросы от населения. В основном эти вопросы будут носить характер благодарностей за построенные мосты, значит, устроенные дороги, нанесенную разметку, отремонтированные улицы и прочее, прочее. Хабиров будет говорить о важности развития и углубления всех этих процессов. Будет рассказывать про благоустройство очень много, будет рассказывать очень много про, как замечательно проходят у нас федеральные мероприятия в республике. То есть он будет, ну, на самом деле, вести агитацию за партию «Единая Россия», которая все вот это вот неблагодарным башкортостанцам устроила. Но интересно другое. Я и некоторые мои коллеги в интернете запустили процесс сбора вопросов Хабирову, которые вот, ну, которые на самом деле хотят задать люди Хабирова. Очень интересно будет их проанализировать после пресс-конференции. Мы обязательно, у меня уже там несколько сотен этих вопросов набралось, то есть, может быть, уже и больше теперь. Так что вот посмотрим. Конечно, это все показательное выступление, это некая попытка подражать Путину, продлиться, в моем представлении, это часа три. Это будет очень долго, очень долго будет. Это будет как бы вот прям и героически. Ну, кстати, я там собираюсь быть и, в принципе, рассчитываю, о чем-то, в чем-то спросите. Водичкой, бутербродами. Вы бы о чем спросили, если бы там оказались? Я о чем спросил бы? Ой, я, честно говоря, не знаю. У меня нет вопросов к Хабирову, потому что я про него все понял, честно говоря. Ну, вот задавать какие-то праздные вопросы, знаете, какой самый популярный вопрос, который нам приходит? Когда вы уйдете? Вот такой вот вопрос люди задают. То есть, это уже какое-то отчаяние, на самом деле. Это не вопрос, это какое-то ощущение. Мне нечем спрашивать Хабирова, если честно. Ну, тут надо полагать, что все-таки это вопросы, которые приходят от ваших подписчиков, скажем, настроенных изначально не очень позитивно. Ну, учитывая, что... Нет, у нас такой селекции нет, и учитывая, что, ну, наша система присутствует во всех соцсетях, причем в не самых таких оппозиционных, например, ВКонтакте и прочее, то есть, конечно, вопросы очень разные, очень много вопросов конкретных. Ну, и надо понимать, что этих подписчиков несколько десятков тысяч. Соответственно, здесь ошибиться и подобрать там одну какую-то банду нельзя. Кстати, буквально сейчас мне соцсети напомнили, что сегодня ровно два года со дня голосования, когда у нас выборы главы республики проходили, 8 сентября 2019 года все это дело было. Ну, ладно, немножечко о команде хотелось бы. В правительстве какие-то изменения, вы уже вроде как на YouTube-канале комментировали, Лишат Тажетинов покинул свой пост. Это усиление Назарова? Именно об этом речь или о чем-то еще? Ну, это как обычно такой комплексный процесс. Ну, безусловно, с уходом Тажетинова усиливается Назаров. Ну, это по определению, да, то есть, так как одна величина просто исчезает из этого поля влияния. Но есть еще и фактор очищения, да. То есть, Тажетинов, конечно, ну, это была токсичная фигура, которая уже вот многие годы наносила существенный ущерб. И, соответственно, ну, надо было как-то избавляться. Ну, то есть, сейчас эффективнее будет работать команда, ну, точнее, люди в команде у Назарова? Не факт, но для этого появляются шансы. Ну, то есть, как бы для этого появляются возможности, да, то есть, исчезают препятствия. Можно по-разному это формулировать. Конечно же, Тажетинов был неким препятствием для реализации каких-то проектов там или реализации каких-то процессов. Так что, ну, вот теперь его нет, этого препятствия. Воспользуются этим или нет? Ну, посмотрим. Вчера у нас был эфир персонально ваш, впервые с руководителем Уфимского подразделения Фонда защиты прав граждан Аравилем Ибатулиным. Для меня тема, если честно, не очень знакомая, но я с удивлением некоторые вещи услышал. В то же время увидел, что у вас в канале была критика в отношении вот этого проекта, что ли, Дом РФ. Я, кстати говоря, с величайшим вниманием и удивлением выслушал этот эфир. На меня вот ваш собеседник произвел значительно более лучшее впечатление, чем я предполагал. Ну, критика Дома РФ, это не критика конкретно здешнего отделения, хотя оно там плоть от плоти, федеральный проект, конечно. У меня есть понимание того, что сам принцип устроен неверно, потому что обманутые дольщики это жертвы преступлений, как правило. И жертвы преступления, вернее, за их ущерб в преступлении должны нести преступники. Ну, то есть, когда у вас украли кошелек в трамвае, вы приходите в полицию и говорите, дайте-ка мне деньги, какие у меня украли в трамвае. Полковник полиции достает из кармана свою зарплату и возмещает вам ущерб. Ну, нет. Так ведь, да? Он ищет преступника. Если ему повезет, он поймает этого кирпича, приволокет его в участок, значит, вытащит из кармана ваш кошелек, отдаст его вам, и все того в тюрьму, а вам деньги вернули. В данной ситуации деньги обманутым дольщикам возвращают за счет нас снова, понимаете? Второй раз. Мы заплатили налоги. Дом РФ, по сути, это все-таки государственная организация, которая живет на деньги налогоплательщиков. Хотя господин Батулин вчера достаточно внятно объяснил некий механизм извлечения дополнительных средств, которые и у них предусмотрены, имеется там продажа участков, попытки участвовать в строительном бизнесе и прочее. То есть, ну, я думаю, что это не все деньги, которые тратятся фондом на возмещение этого ущерба. Так что, повторюсь, вот на этом базируется мой скепсис в отношении Дома РФ, на том, что мы два раза платим за одно и то же. Вас просят прокомментировать слова Раде Хабирова, который сказал, что безобразно поступили с очень бедными слоями населения и поручил создать ситуационный штаб по коммунальным вопросам при мэрии Уфы. Ну, хотя мы возвращаемся к тому, что мы говорили. Я очень кратко повторюсь, я уже это комментировал у себя в эфире. Хабиров сваливает с больной головы на еще более больную. Он боится отвечать за ситуацию с отоплением, которое случится у нас в этом году. А она у нас опять случится. Я вам это гарантирую. Вот попомните мои слова. И Хабиров очень не хочет, чтобы люди приходили к нему в Белый дом и требовали ответа. Он пытается создать какие-то структуры, которые будут за это отвечать. И в случае чего, например, он их там всем, им всем снесет башку или будет, или хотя бы топать ножками на них будет. А он будет при этом белый и пушистый. Не забывайте, что Хабиров в первых рядах тех людей, которые отстаивают право Башир ТС и прочих ресурсоснабжающих организаций, на самый высокий тариф в Российской Федерации на отопление. То есть Хабиров не сделал ничего для того, чтобы даже попытаться снизить этот тариф, и его чиновники тоже для этого ничего не сделали. И он несет прямую ответственность за ту стоимость, которую мы платим за отопление. Ну да, они всякий раз говорят, что тариф обостован. Другое дело, что у вас там дырявые трубы и так далее. Стены, окна и прочее. Да. Еще один вопрос от слушателя был. У нас полиция заказала 33 тысячи копий Конституции. Зачем они им нужны? Показывать протестующим, спрашивает Владимир. Ну, сложно сказать. Полиция очень закрытая организация. Они не разглашают своих целей и намерений. Я надеюсь, что они раздадут эти брошюрки своим сотрудникам и устроят какой-то семинар, а может быть даже и зачет по изучению конституционных прав граждан. Это было бы очень полезно, чтобы рядовые полицейские в полной мере владели этим вопросом. Это, может быть, нас бы уберегло от многих нарушений с их стороны, которые могут случиться. Ну, а остальные предположения могут быть там самыми разнообразными, смехотворными. Да, может быть, они хотят раздавать их гражданам. А с учетом закручивания гаек во многих сферах, разве может случиться вновь протест, хотя бы сравнимый с тем, что у нас было в апреле, в январе? Ну, послушайте, протест был даже в концлагере Освенцева. Понимаете? Ну, это же надо... Там, когда люди под пулеметами стояли. Нет, вопрос того, насколько люди перестают терпеть, когда им уже невозможно терпеть. Конечно, протест возможен, но протест возможен в любых условиях. Даже в самых страшных, самых отчаянных и абсолютно безнадежных условиях. Но давайте доведем людей до этого состояния и посмотрим, будет протест или нет. Между тем, у нас судебная система иногда демонстрирует определенные проблески, я не знаю, оптимизма. Вот сегодня Федор Тилин победил в Верховном суде, отменил штрафы двум уфимкам, которым присудили в начале 15 тысяч, потом 10 тысяч за участие в тех самых митингах в защиту Навального. И плюс суд по Бигбаевой хотел бы выделить, дали ей все-таки условный срок. Как бы радоваться, конечно, наверное, не очень много поводов, но все-таки я лично радуюсь, потому что я переживал, что срок будет реальным. Ну, вы же радуетесь житейским образом, то есть, потому что человек просто не сел в тюрьму, и тут я присоединяюсь. А радоваться тому, что человека осуждают за то, что он, ну, по сути, не делал. То есть, ведь, ну, не обсуждая решение суда, я со своей точки зрения вижу картину так. Нельзя считать любое перечисление поддержкой террористической организации, даже если есть тому признаки. Надо понимать, на что пошли эти деньги, насколько эти деньги повлияли на деятельность, там, вот этой вот эмпирической террористической организации, да? То есть, и так далее, и так далее. Ну, знаете ли. Ну, то есть, даже если бы она перевела лично Дельмухамедову, как он их использовал, купил ли он эти деньги? Нет, это очень нехорошая, очень глупая история, на мой взгляд. Она как-то очень негативно сказывается и на имидже власти в целом, и вообще на всей этой борьбе с терроризмом. Если вот это борьба с терроризмом, то, боже мой, тогда спасайся, кто может. Это все-таки федеральная история, да? Не местная? Скорее всего, да. Потому что вот здесь вот акцент, который был расставлен на суде, он четко так отдает указаниями совсем не местных властей. Арамеля Саитова. Примерно то же самое. Я думаю, из той же оперы, но с большей, с большим процентом, там, вот этой неадекватности, которая присутствует во всем этом деле с ее стороны. То есть, я всегда считал, что ее нужно не судить, а лечить. Но я не врач, потому не буду настаивать на такой точке зрения, но это моя позиция. Тут просят ваши рекомендации. Идти наблюдать, если от партии не получится, можно ли идти от общественной палаты все-таки, если человек сам... Лично я не рекомендую не иметь ничего общего с общественной палатой. А почему, если человек сам искренне пойдет? Какая разница с какой у нас? В Республике, в Казахстан, объясню, почему. Потому что это, на самом деле, не общественные органы, это органы манипуляции. Орган туда, а человек? И между вами, ваше коротко получит. Да, туда вы попадаете под их влияние, попадаете под их руководство и так далее, ассоциируетесь с этим всем, понимаете? То есть, как бы вот найдите себе место в любой из партий, там вам будет более свободно на самом деле отстаивать свои собственные и общественные интересы. Я вам рекомендую, например, «Справедливую Россию». В гостях программы «Персонально важное химосква» в Уфе был Андрей Патрицын, меня зовут Руслан Валиев. До свидания. До свидания.